Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Швеция отчаянно сопротивляется вступлению в НАТО. Административный суд Швеции отменил принятый в феврале 2023 года шведским полицейским управлением запрет на проведение публичных мероприятий, связанных с сожжением Корана. Теперь всевозможным экстремистам вновь разрешили устраивать публичные акции надругательства над священной для мусульман реликвий. Позиция шведского суда противоречит предыдущим заявлениям шведских властей о заинтересованности вступления страны в военный блок НАТО. Предыдущая январская показательная акция, связанная с сожжением Корана ультраправыми активистами, на время отсрочила вступление Швеции в Североатлантический блок. Теперь же акция может и вовсе поставить на этом крест. Дело в том, что решение о членстве в НАТО Швеции будет зависеть от позиций Турции, власти которой заявили о необходимости пересмотра отношений США и другими западными союзниками. Почтение провокации Турции шведскими властями свидетельствует о том, что национальные элиты Швеции не хотят ограничивать свою власть в стране. В случае вступления в НАТО это станет неизбежным. Последние 200 лет Швеция являлась юридически нейтральным государством. Последняя война, в котором участвовала эта страна, завершилась разгромным поражением от России и потери обширных территорий, занимаемых теперь Финляндией. Тот урок пошел шведским властям на пользу. Швеция не стала отказываться от нейтрального статуса даже во время Второй мировой войны и по этой причине практически не понесла в ней потерь. Лоббирует вступление в НАТО Швеции и Финляндии глобалистские элиты, стремящиеся распространить свое влияние во все страны Европы за счет расширения наднациональных образований, таких как Евросоюз и НАТО. Шведским национальным элитам потеря суверенитета не нужна. С точки зрения безопасности статус члена НАТО Швеции ничего не даст, поскольку указанная страна связана прямыми договорами о военном сотрудничестве США и Великобритании. Размещение на территории Швеции военной инфраструктуры НАТО сделает эту страну законной целью для нанесения ударов российскими гиперзвуковыми ракетами и ядерным оружием. Указанная перспектива шведские элиты явно не радует.